это же как всегда когда большой такой проект объемный проект начинается с чего до первого на вскидку до 1 августа должны быть во всех домах сметы у этих сметами у меня занимается этими сметами когда их там ну в прошлом году не помню мы там 150 с копейками домов сегодня 300 с копейками собираемся до 1 августа вы думаете они были сделаны не были сделаны ко мне приходило очень много людей по крайней мере по тону вопросы которые делали их на вскидку быстро для того чтобы завести документы для того чтобы в фонде жтх разговора с ними состоящий вопрос именно практический по поводу большого количества посредников то есть в этой программе участвует естественно фонд капитального ремонта который основную ответственность несет управляющая компания которая общает такой посредник между фондом и получается жильцом естественно министерство жкх допустим пример из ростова жильцы платили 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 была общая строчка в квитанции строчка в общей квитанции за капитальный ремонт потом резко перестали они платить потому что ушла эта строка из квитанции через некоторое уже время не от управляющей компании а от фонда капитального ремонта начали приходить квитки с долгом на довольно таки приличную сумму жильцы естественно с большими глазами на все это смотрят и когда начали наводить справки получается что фонд не получил от управляющей компании тех денег которые жильцы платили они ушли в чей-то они ушли непонятно куда они ушли и то вы нам ничего не должны и фонд говорит мы все понимаем но получается управляющая компания как-то уходит уже из этой ситуации получается что фонд время присылает квитанции жильцам то есть вот как быть в такой ситуации много посредник когда много посредников порядка никогда не будет я еще раз подчеркиваю что когда дом когда счет когда четкая схема видимая схема управления домом кто и как и люди знают сколько здесь скапливается денег не там где-то тогда все видно и тогда легче работать когда где-то там сегодня фонд правильно говорит а мы денег не получали никто никого не выжимает и кто уже и до министерства жильцам такой ситуации платить а что делать а что платить они уже заплатили у них имеются и чеки на эти квитации что они платили там надо смотреть как они договаривались какой договор они заключали ведь они ж пока да получали платежки они ж видели что в этих платежках у них они видели да ну и так получается это управляющая компания с фондом заключила договор что через общую квитанцию они платят артем можно своим словом это называется бандитизм да ярко выраженный то есть взяли забрали деньги просто у людей я не знаю кто куда я делаю должны заниматься по совету правоохранительные органы то есть уже в прокуратуру конечно хорошо люди многие хотят именно кто к с региональным оператором как-то отслеживать потоки своих взносов куда идут деньги может ли это появиться в ближайшем скажем так обозримом будущем вот вы предлагаете заморозить именно фракция справедливая россия взносы на капремонт планируется ли вот в обновленной версии если конечно же она будет принята вот эта функция чтобы был какой-то мониторинг со стороны смотря какая схема будет принята то есть если будет опять принята схема что региональный оператор будет играть ведущую роль конечно будем наставить на том чтобы все было прозрачно четко ясно по номеру счета там сейчас кстати это не не очень сложно все сделать просто было бы желание со стороны управляющей компании сейчас может ли жилец какого-то дома это проверить оперативно конечно нужно написать письмо в управляющую компанию чтобы я не я не помню на сайте на самом где вот управлять где действует система фонда жкх если там расшифровка не нет ну по запросу они должны полностью расшифровать куда то есть написать письмо управляющую компанию должны дать объективный ответ куда эти деньги ушли на какие-то или или где они хранятся или куда они ушли как это будет проходить дальше а еще одного вопроса хочу коснуться скажем так еще один хит сезона но если капитальный ремонт это долгоиграющий хиты на долгое время с этого года как я понимаю изменяется налог на землю уже приняли решение больной вопрос больной вопрос и он наконец-таки будет определяться с учетом кадастровой стоимости и рыночной оценки да да которая как я понимаю нет единого свода правил как или оценивать до всего момента есть есть такое слово обращайтесь в суд если вас что-то не устраивает вопрос больно хорошо как вот принимался скажем так такой законопроект это нисколько не критика просто интересно если учитывать кадастровую стоимость рыночное имущество которую нельзя оценивать потому что нет единого свода правил а уже налог с учетом этой истории стоимости принимается то есть как бы вообще к этому относитесь и чего на нашусь крайне отрицательно и не только потому что хорошо это или плохо рыночная оценка отношусь плохо потому что у нас как всегда впереди идет телега сзади идет лошадь хотя должно быть совершенно по-другому когда принимали этот закон перед этим надо было вот тот свод законов как которых вы говорите единый свод кадастровой оценки он должен быть выверен он должен быть доведен до всех чтобы все четко ясно и знали как это кадастровая оценка сегодня у нас была уйма всех этих кадастровых контор которые оценивает каждый каждый по-своему как бух на душу положено я вам приведу пример город донецк ростовской области ко мне обратилась группа жителей вот они прямо на границе по пограничной реке с украиной у них там садоводческое товарищество в котором они постоянно проживают вот когда коснулись оценки это дом и участок 6 соток там 8 суток оценивают там 160 тысяч рублей приходит это стоит что рыночная стоимость его рядом точно такой же дом в котором там не живет и кто-то из родственников хочет по моему за 6 тыс может продать потому что никто там ничего не берет а в это 160 оценивает из этих 160 теперь будут начислять ему налог на имущество налог на вопрос вопрос спорный вопрос доколе когда мы придем скажем так консенсусу в этом вопросе вот здесь как с ветеранами труда когда закон принимали до определенных в конце декабря приняли а потом начали чесать а шушь мы приняли губернатор потом отменял депутатский закон и мы отменяли вот здесь же ситуация складывается там что нельзя уходить от народа далеко да но все же общественность существует общественная палата существует общественная экспертиза принимаемых законопроектов это должно быть основа основ то есть что касаемо основной части людей а примонт на многоквартирные дома вот это кадастровая оценка и масса законов они проходить должны общественную экспертизу прежде всего и общественная палата должна давать заключение выходить перед тем как его принимать этот ребят его сегодня принимать нельзя потому что закон сырой потому что нет единой формы нет единых подходов кадастровой оценки и так далее и так далее сегодня мы сейчас начнем все это дело через колено ломать даже вопрос страшное которым это жильцы вот до имущества ну пусть они там увеличится в два три в пять раз вот этот налог который был он там платил человек пусть максимум полторы тысячи две тысячи до увеличится в тире будешь платить 6 это чувствительное особенно это почувствует пенсионеры особенно это почувствует мало и было там перед но она будет постепенно за чуть-чуть но подожди чуть-чуть но сейчас в телевизор наверное те кто смотрят уже полетят тяжелые предметы потому что каждый год до 2020 насколько мне известно этот налог будет увеличиваться на 20 процентов у нас в процент для того чтобы как 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 сказала правительство российской федерации для того чтобы не так чувствительно было для людей когда него по чуть-чуть это же не сразу на как я сказал было два стало шесть а сегодня два завтра будет 2400 на следующий год будет три с половиной и так далее так дальше в двадцатом окажется году мы должны прийти там к сто процентов чтобы платить сто процентов страшный вопрос от которого мы не можем уйти это бизнес малый бизнес о котором мы сегодня так много долго мы его поддерживаем мы со всех сторон поддерживаем вот куда нигде я что не читаю какую сайт не открою мы только этим и занимаемся поддерживаем малый бизнес который к сожалению от этой поддержки никак не заработает эффективно вот чем дело ведь вы представляете что будет малым бизнесом когда он начнет платить налог по вот этой новой схеме вот представьте на сегодня маленький магазин в районе там алмаза я просто занимался там если на такая жалоба универмаг небольшой универмаг который находится вокруг него шаговая доступность там пять или шесть этих гостинок стоят куда люди все время ходят покупать у него под ним подвальное помещение там солидной площади у него сзади него еще там пристройка которую не используют как торговую площадь сдать он в аренду не может потому что там из нас особого нет он работает на людей люди работают там которые имеют рабочие места которые кормят вот у него сегодня там когда он получит вот эту квитанцию к 18 может сегодня он еще до сегодня уже ужаснется когда она все возрастет и там будет не 6 будет что 80 тысяч 260 тысяч за вот эту общую площадь для чего это уже сейчас это уже сейчас а потом еще по 20 процентов то есть мы садил сказать сами того не подозреваем вернее кто-то наверное это все дело подозревает для чего это делается если мы говорим ну давайте мы тогда разделим хотя бы отдельно вот это отдельно вот это посмотрите для людей как это все не сделать да для того чтобы то что нужно решать вопрос с кадастровой стоимостью это понятно нужно единый свод правил и возможно в этой непростой экономической ситуации нужно действительно искать какие-то пути новых источников бюджет делать его льготы для вот хорошо как этот закон обыграть так чтобы но это не выглядело таким образом потому что ну правительство что хочет я вообще считаю что его сейчас обыгрывать не надо его надо отменить вот этот закон почему отменить его срочно пока не взорвалась потому что как я понимаю уже в подмосковье с весны люди начнут этот налог платить когда на данном совершенно правильно также или там же по регионам по моему чуть 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 попозже да я думаю где-то в июне может быть к июлю 1 июля нет хорошо но вот что мы можем допустим сделать с кадастровой стоимостью жилья вот вы говорите летом возможно этот вопрос решится то есть к единому какому-то своду правил этого не я этого не говорил да о том что к лету может быть мы придем мы настаиваем на том но в испании что сегодня уже когда острова оценка прошла мной когда острова оценка очень многие площадей она прошла как теперь возвращаться из пересчитывать его по-новому на что делать когда в этом году уже будут начислены вот эти взносы прекратить вот пока не поздно остановить действия закона который остановит причем это должны задуматься вам депутаты государственной думы потому что такие законы которые сегодня затрагивают ну всех вот буквально всех жителей россии они должны быть четко продуманы и выверены а вот такой закон который принимается с кондачка непонятно как он может привести к определенным до волнениям вот мы приняли закон по дальнобойщикам непонятной какой-то да опять его не проработал до конца вот а будет вот так вот будет вот так привело к тому что на есть на самом деле точно так же будет и здесь если это определенным политическим силам выгодно государственной думе это один вопрос если мы сегодня думаем о жителях той же ростовской области думаем о бизнесе малом ростовской области его надо срочно отменять или замораживать или еще что-то делать но пока не появится четкие ясное правило еще раз подчеркиваю которые будут одобрены общественной палатой россии одобрены пойдут законодательную экспертизу будут одобрены тогда мы можем на эту тему разговаривать а сегодня когда определенная группа людей правительстве для того чтобы но это же легче всего до взять принять закон и забрать чему хорошо чем был плох налог старый который как бы у них мало здесь ну о чем да посчитали можно ну конечно конечно но никто нет но надо же не возмущался да нет я понимаю что справедливо да но тогда вы справедливо сделайте так чтобы это был справедливо сегодня придут о том же доме о котором я говорю 160 тысяч его оценили да он взял скандышка что в городе донецке дом строит 160 тысяч рублей среднем где он там находится в каком месте донецка сколько за него дродил вы придете оценить его в 5000 рублей сколько он на самом деле стоит да и человек скажите вот ты будешь платить с 5000 будешь платить 2 копейки за этот дом твой налог на им так понятно ну когда вы все делаете в общем да непонятно совершенно я думаю что еще раз подчеркиваю и партия будет на этом настаивать что мы должны сейчас мое общем мнение прекратить действие этого закона причем это должно быть сделано в ближайшее время обязательно сергей александрович вам спасибо за содержательные ответы ждем вас вновь нашей студии спасибо вам спасибо дорогие друзья я напоминаю вы смотрели программу первые лица на дону гостем нашей программы сегодня был руководитель фракции справедливая россия законодательном собрании ростовской области сергей косинов студии был артем тарасов до встречи